Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 91-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке очередной виджет «Меню». Сейчас вы слева видите такое прилепленное меню. Оно также закрепляется недвижимо. И это у нас такой куб «Меню». Вы видите, при наведении у нас сменяется вот таким эффектом. Каждую сторону, вы видите, можно сделать разного цвета. И на каждой стороне можно написать разный текст. И также здесь неограничен, можно добавить пункты «Меню». Переходим в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. В папке с виджетом вы найдете куб «Меню» — это сам виджет. И «Add Links» — это у нас элемент, добавляющий пункты «Меню». Вы уже после предыдущих двух уроков должны понимать смысл этого. Переносим сначала куб «Меню». «Меню» у нас закрепляется к левой стороне. Поэтому мы его сразу так подносим к краям холста. И, в принципе, мы можем сразу посмотреть, что у нас в браузере. Мы сразу видим меню. Оно у нас серого цвета, черно-серого. И вот у нас есть один пункт «Меню» здесь. Давайте посмотрим настроечки. Первое, смотрите, это иконка. Вы видите, здесь иконка чашечки, да, наверху. Из списка можно выбрать, из большого списка, очень-очень здесь большой выбор иконок. Я беру произвольную. Дальше, смотрите, иконка «Размер», то есть для этой иконки какой вы хотите размер. Устанавливается полем ниже. А значит, иконка «Цвет» для нее же. Я возьму свой произвольный. «Заливка» за иконкой. Видно там черный цвет. Заливаю цветом своим. И меню «Background Color». Это у нас видно серая область. Я выбираю свой цвет. Мы сразу можем видеть, да, прямо на холсте, как у нас что меняется. Вот эта опция вам уже должна быть знакома. Это у нас тень. Эти все настройки относятся к тени. Значит, выбираем цвет тени. Везде все по нулям, значит, тени нет. Поэтому я, например, делаю вот здесь вот отступ 3. Здесь поставлю на единицу. И вот этот параметр на единицу. Блюр, размытие и опасности прозрачности я не трогаю. Оставляю по нулям. Конечно, если вам тень не нужна, вы здесь ничего не меняете. Вот этот блок отвечает именно тексту на кнопке. Кнопка у нас ниже. То есть, смотрите, на первой стороне кнопки какой текст вы хотите. Пишем здесь. При наведении у нас кнопка поворачивается. И на другой стороне можно писать другой текст. Ну или тот же самый. Текст Color. Цвет текста. Я убираю свой. Текст Hover Color. То есть, менять ли текст при наведении мыши. Я менять не буду. Оставляю тот же. Размер текста. Я поставлю 25. Hover Text Size. То есть, менять ли размер текста при наведении мыши. Оставляю такой же. Вот это вот у нас опция. Это у нас межстрочное расстояние. Вот вы видите, там от каждой буковки есть расстояние. Вот этим параметром мы можем управлять это расстояние. Но тут стоит уже все, в принципе, нормально. Если только у вас, вы вот здесь ниже поменяете шрифт, и буковки как-то будут наляписто, то вы можете раздвинуть расстояние между буковок за счет вот этого вот параметра. И последние у нас настройки. Это настройки самой кнопки. Вы видите, она у нас серо-черного цвета. То есть, заливку выбираем здесь. Заливка при наведении. То есть, получается, это вторая ее сторона. Какого сделать цвета. Я для эксперимента возьму другого цвета. Значит, соответственно, адрес на эту кнопку какой повесить. И высота самой кнопки. 200 пикселей. Вот все, в принципе, настроечки. В браузере у нас все с вами получается. Вот мы видим, я назначил цвета. И все здесь изменил под себя. Как теперь добавить здесь кнопки? Вы должны уже были догадаться. Мы перетаскиваем вот это Add Links. Вторую часть виджета на холст. И здесь у нас все то же самое. Вот этот блок. Это полностью блок отвечает за настройки текста на кнопки. Второй блок, вот этот ниже, отвечает за цвета и ссылку самой кнопки. Но мы только что с вами это делали. То есть, здесь все меняйте под себя. То есть, уже сейчас у нас будет вторая кнопка. Вот, вы видите, она появилась. И вам лишь остается ее настроить под себя. Для вас это будет домашним заданием. А на этом я урок заканчиваю. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok